Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампера из Финляндии. И это видео будет посвящено тому, как мы отдыхаем. И, конечно, когда ты отдыхаешь с маленькими детьми, вы помните, что я живу в Финляндии давно, больше 30 лет, у меня двое детей, когда ты отдыхаешь с детьми, это, конечно, другой отдых. И когда наши дети были маленькие, если мы ездили даже в ту же Турцию, то, чтобы всегда мы брали гостиницу, какие-то апартаменты, где была небольшая кухня и две спальни. И я ездила, то на автобусе поеду, все закупаю в тот же какой-то магазин Мигрош, и потом возвращалась на такси обратно, привозя воду, сок, фрукты и так далее. И, конечно, ездила еще отдельно на такси на базар, купить тот же арбуз или какую-то дыню или что-то другое. И, конечно, когда ты отдыхаешь с маленькими детьми, бюджет у тебя совсем другой, потому что доходы другие, и, конечно, тратите вы денег тоже совсем по-другому. И когда дети были маленькие, конечно, ты не мог рассчитывать на то, что ты детей оставишь на неделю или на две, и уедешь или улетишь куда-то отдыхать. Одна, конечно, все нужно планировать, планировалось так, как отдыхаешь с маленькими детьми. То есть мы ездили в Швецию, в Колдморте, то есть такой зоопарк. Потом мы были в Дании, в Леголандии, то есть вот эта страна Лего. То есть, конечно, все это было вот для маленьких детей. Ну, дети подрастают, и мы подрастаем вместе с ними. И, конечно, есть люди, обожают активный отдых, то есть куда-то нужно ехать на велосипеде. У меня такие тут соседи, вот они очень любят по Эстонии на велосипедах, в каких-то мотелях они живут, на костре что-то там, какой-то кофе они варят. Вот от этого люди получают большое удовольствие. Если бы мне такую путевку бы купили, я бы, наверное, намылила веревку. Но вот такая штука тоже может быть. И, конечно, мы любим отдых пассивный. Ничего мы не планируем, никуда мы не бежим, и никаких таких вот ужасных каких-то планов мы тоже не строим. Но если солнце светит, и у нас есть настроение, конечно, мы можем пойти и поехать, но никакого стресса из-за этого, конечно, делать мы никогда не будем. И тут один блогер делала видео, как похожи ли они с мужем или нет. И мне так всегда нравится, что действительно, может быть, люди совсем разные, все равно они жить могут вместе и путешествовать тоже вместе. И у нас есть такая пара русских друзей. Они очень активные. Но я вообще удивляюсь, откуда столько энергии и так далее. Да, у меня тоже энергии есть. Но вот я рассказывала в прошлом видосике, что они были в Норвегии. Путевка безумно дорогущая. Больше 3000 евро, по-моему, 3200. Две недели вот они плыли на этом теплоходе. Они забирались в Норвегию на эти горы. Потом они в каких-то шикарных замках. У них была вот эта вот ночлег на автобусе. Но элитное путешествие, конечно, и контингент соответствующий. Бедный человек в такое путешествие не поедет, потому что они потратили деньги. Конечно, они купили обувь. Эти ботинки были безумно дорогущие. Но в эту гору, конечно, ты в тапочках не поднимешься. Туда нужно определенное... На определенный реквизит для этого путешествия. Но они приехали в восторге. И фотографии были красивые. Я сейчас покажу несколько фотографий. Я спросила, можно ли фотку показать. Моя подруга сказала, да, показывай, нет проблем. Ну, конечно, здорово, что, знаете, люди умеют тоже вот такое путешествие себе заказать. Сейчас покажу, как они в эту гору забирались. Посмотрите, какая гора. То есть просто туман. Это дышать тяжело. Они все мокрые. Но вот такое счастье, да, тоже можно раз в жизни испытать. И посмотрите, в каких замках вечером они жили. Ну, это, конечно, да, здорово. Видите, в Норвегии красивая вот эта вот местность. Ну, и, конечно, соопределенная публика должна, кто такое любит. Нет, ну, вида не очень такого, да, что, видите, конечно, люди радуются. Наверху снег, а внизу, видите, как жарко. Здорово. Нет, это большое счастье, что люди есть такие активные. Конечно, такое путешествие ты позволяешь себе раз в жизни. Это, конечно, не каждый год на эту гору никто не пойдет. Это все понятно. Ну, и даже если мы путешествуем с ними, они такие активные, мы более такие пассивные. Все равно мы находим компромисс. Мы были с ними в Швеции. Мы с моей подругой очень давно мечтали в Абба-музей пойти. И вот мы поплыли на теплоходе. Всегда они тоже любят с нами плыть. Что и танцешманцы, прижиманцы. И этот шведский стол. Мы любим оторваться на этом шведском столе. Что, конечно, мы любим покушать и закусить. И если еще из окна какой-то красивый вид, конечно, мы два часа сидим и наслаждаемся жизнью. Ну, и когда мне исполнилось 50 лет, мы были вместе с ними в Дубае. Они прилетели из Питера. Мы прилетели из Финляндии. Встретились вместе в гостинице. Потусили на мое день рождения. И мы, конечно, ленились у бассейна. Наверху, на крыше был бассейн. Мы утром любили подняться, полежать, погреть свои старые кости, на солнышко поплавать. Они, конечно, более хотели экскурсии. То есть, они были и по Дубаю на экскурсии, и в соленую пещеру, и где они только не были. Молодцы. Но так как мы были уже в Дубае не первый раз, мы это все видели. И все это хорошо. Не то, что, знаете, какие-то обиды или кубку бы человек сделал. Вот так бы, что почему вы с нами не хотите. То есть, они поехали вдвоем. И вечером мы встречались и тусили вместе. То есть, всегда, даже если вот какие-то интересы такие есть, все равно можно договариваться. И у меня есть такие знакомые, которые, конечно, хотят отдыхать в Финляндии. Они никогда не поплывут никуда, ни в Швецию, ни в Норвегию никуда. Они хотят только в Финляндии. Ничего, кроме Финляндии. Но я тоже считаю, что это все хорошо. В Финляндии тоже можно очень хорошо отдыхать. И тут у нас есть и спа, и гостиницы, и в Поре очень хорошая дюна с песочком. Там тоже все это можно очень хорошо отдыхать. Но так как мы хотим море, мы хотим солнца. В Финляндии может быть очень плохое лето. И дождь идти каждый день, а то и каждый второй день, как в деревне Гадюкино. И, конечно, мы хотим либо в мае, либо в сентябре на неделю или на две уехать в Турцию. Я не знаю, почему мы очень любим Турцию. В Испании мы были один раз. Я не хочу поехать в Испанию, потому что там очень много финнов всегда. Мы хотим что-то, где такого количества финнов нет. В Греции я была один раз. Это было место Хания. Мне не понравилось. Может быть, где-то я отдыхала бы в другом месте. Может быть, Греция как-то нам больше понравилась. Мне понравилось чего-то как-то не так. В Болгарии мы были тоже несколько раз. И нам Болгария не понравилась. Но вот Турция наша страна. Мы любим турков. Обслуга всегда в наших гостиницах очень хорошая, где мы отдыхаем. И у нас есть русская пара. Они тоже живут в Финляндии. Они всегда нам рассказывают. Если кто-то что-то где-то отдыхал, мы всегда делимся. И вот в этой гостинице, сейчас я покажу фотки. Мы отдыхали сейчас в сентябре две недели второй раз. Они уже в этой гостинице были пять раз. И, конечно, когда пять звезд, все включено премиум, ты платишь за эту гостиницу. И, конечно, просто не надо ничего. Ни воды, ни сока, ни вина. Все, как говорится, включено. Ты отдыхаешь. И многие финны, когда едут в такую гостиницу, они плюются, что денег заплатили много, а сервис был плохой. И когда им объясняешь, что даже если ты заплатил за эту гостиницу, все равно нужно оставлять чаевые. Ну, утром чаевых, конечно, никто не оставляет. И днем тоже. Но вот вечером, когда ты идешь на ужин, конечно, официанты уже переодеваются. Черные брюки, белая рубашка с кис-кисом. И они в белой перчатке наливают тебе это красное вино. Конечно, уже совсем другая обслуга. И всегда оставляешь чаевые. Или вечером после ужина, и ты идешь к бару, там всегда либо какая-то музыка, либо еще что-то. Конечно, они, те же официанты, тебя обслуживают, потому что персонал один. И когда они запоминают тебя, что ты человек, который оставлял чаевые, то есть, конечно, они тебя облизывают вот эту неделю или две, две прямо с утра до вечера. И тоже Фина никогда мне не понимала вот этого, что они оставляют какую-то мелочь в последний день. Уборщицы, когда они уезжают из этого номера, почему в последний день кому-то что-то надо, чего-то оставлять, ты оставь первый день. И когда ты оставляешь первый день на подушке чаевые, конечно, они ставят себе в книжечку галочку, что этот номер они убирают совсем по-другому. И полотенец всегда не надо там считать, что что-то чего-то не хватило. И ты приходишь, твоя постель усыпана всегда лепестками роз. Из полотенец они накручивают этих журавлей. Я вообще теперь обнаглела настолько. Я всегда, когда мы выходим, приезжаем там первое утро, второе утро. Я смотрю, если этот менеджер стоит, который руководит в Турции этими женщинами, которые убирают там всегда в костюме, типа менеджер и вот эти вот женщины в платках, которые убирают, я всегда даю 5 евро. Менеджеру показываю, из какого номера я. И мило улыбаюсь. Всегда уборка просто на 100% вылизывают. Они все совсем в другом, как говорится, репертуаре. Никогда мне не надо звонить там в ресепшон, что-то мне не так поставили или что-то мне чего-то там в этом мини-баре не хватило. То есть вот такая штука есть. Я не знаю, почему финны экономят вот на этих чаевых. Ну, кто-то считает, что вот они купили такую путевку, когда, конечно, не надо. Сейчас покажу несколько фоток. Смотрите, народ, какой шведский стол. Вы понимаете, почему я теперь 100 кг вешу? Конечно, это просто караул. Да, конечно, они умеют. И вот так все это красиво и чисто. Конечно, совсем по-другому. Если ты сам бы все это приготовил, и каждый день с утра до вечера из магазина нужно что-то приносить, чтобы какой-то салат приготовить. А тут, посмотрите, поварят хотели со мной сфотографироваться. Они все кричали, мадам, мадам, пойдите с нами сфотографируйтесь. Вон какие два турка-дусики. Ну, видите, я толстая блондинка. Они любят толстых. Да, и вот этих десертов, конечно, я как вспомню, даже если ты по кусочку чего-то попробуешь, ты, конечно, выползаешь с этого ресторана просто как удав. И вот эти фруктовые тоже они делают. Видите, днем на пляже накрывают вот эти фрукты. Нет, Турция красивая, конечно. Очень хорошие эти мне нравятся гостиницы. Я вот у этой гостиницы стою. Сидор Стар Резорт. Зайдите, народ, посмотрите в интернете. Красивая гостиница. Я специально беру всегда такой каталожик, если я кому-то показываю или рассказываю. Да, не все эти серии гостиниц очень красивые. И их несколько в этом. То есть они все такие. Видите, как говорится, все включено. И это целый комплекс. То есть тут и для детей, и все эти рестораны. Будьте любезны. Конечно, один раз в год такой отпуск себе нужно позволять. Просто после этого отпуска будет хотеться опять жить и работать. Да, и когда вот мы, например, со своими соседями много раз обсуждали, что вот мы приезжаем и показываем фотки, где мы там лежим, где мы едим. Конечно, пять звезд. Все это все очень шикарно. И они иногда так завидуют. Как говорится, непонятно, о чему завидовать. Конечно, можно поехать и очень дешево. Но ты потратишь те же 300, 400, 500 евро. Ты будешь каждый вечер ходить в ресторан, отдавать от 30 до 50 евро. Потом тебе нужно принести, будет в номер воды, лимонада, поехать купить тех же фруктов. Ты потратишь те же 500 евро. Ну и, конечно, это уже не отдых. Потому что приготовить тебе надо завтрак. Самой все это надо мыть. И если еще какие-то дешевые вот эти апартаменты, где нужно самому убирать еще в этом номере. Нет, ну это, конечно, уже не отдых. Если ты отдых себе устраиваешь, конечно, отдых должен быть отдыхом, а не вот такое, что главное, чтобы было дешево. И вот это наша приятельница Финка, которая тоже очень экономная, экономная, хотя они очень хорошую зарплату имеют с мужем. Но сейчас они на пенсии. Все равно пенсия очень хорошая у них. И вот раз они приехали из Испании, и она плевалась после этой путешествия. И я у нее спросила, ну что там было плохого, почему тебе так не понравилось. И вот она рассказывала не то, что там был плохой пляж или плохой вид из окна. Нет, они днем пошли покушать, они съели такое, выпили сангрии, заплатив по 5 евро. То есть очень все было экономно, вот как любят они. И когда они пришли вечером в этот же ресторан, потому что гостиница была, по-моему, две звезды, там ничего не было, маленький ресепшн. И вот такого плана и киоск, где можно было купить бутылку воды. И они пришли в этот ресторан, и вечером они думали, что они опять поедят и попьют за 5 евро. Счет был совсем другой. И она плевалась просто потом, после вот этого своего путешествия, что как же так днем поели так дешево, а вечером было так дорого. И когда я ей пыталась объяснить, что не забывай, днем официанты в шортах, у них футболка, на ногах могут быть шлепки, пластмассовые стулья, конечно, милио совсем другое. Вечером они достают белые скатерти, у них всегда цветочки, у них всегда горит какая-то свеча, официанты одевают черные длинные брюки, у них всегда белая рубашка с кис-кисом. И, конечно, уже милио совсем другое в этом ресторане, и, конечно, счетчик совсем другой. Мы были в Испании, я прекрасно эту тему знаю, конечно, даже бывают другие меню, они приносят на вечер, конечно, ценники уже совсем другие, как днем. Но вот так вот финка моя плевалась, когда я ей рассказываю, что лучше бы, наверное, заплатить вот такое поехать, о-экслусив, что все включено, но они тоже иногда считают, но считают не в ту сторону. Не знаю, как любите отдыхать вы, у меня тоже многие всяких знакомых, которые не ездят за границей отдыхать, они отдыхают в Финляндии, они не хотят никуда не лететь, не плыть и так далее, и так далее. Они любят Финляндию, они любят свою дачу. На даче они там отдыхают, но отдыхом это тоже не назовешь. Например, если у тебя там ничего нету, то есть у тебя лайтори, где ты можешь лежать, загорать и ловить рыбу или какая-то сауна, а если там у тебя огород и теплица, и ты просыпаешься с утра и начинаешь там чего-то поднимать, открывать, поливать, ну это, конечно, тоже отдых, отдых, как говорится, в кавычках. Вот как вы отдыхаете, любите ли вы отдыхать пассивно или активно, делитесь и пишите, какие хорошие гостиницы вы знаете, если есть такое вот рублевое местечко, где Оля могла бы с мужем поехать отдыхать, когда опять все устаканится и мы начнем ездить, было бы очень хорошо. Не хворайте. Оля из Тампера. Всем физкульт-привет.